Мы же по-хорошему, да, мы же по-хорошему, да, ну что ты кричишь, а? Так львица Ай защищает своих детей. Трех львят видели только избранные сотрудники зоопарка, сразу после родов. Сейчас новоиспеченная мама никого близко не подпускает. Иди сюда, дать моя красавица. Ну, давайте вольту потесли. А вот Багира стала мамой уже в четвертый раз. Она знает, что здесь ее детей никто не обидит. Копытные, несмотря на то, что родились всего несколько дней назад, не такие беспомощные, уже уверенно стоят на ногах. Кстати, лось появился на свет в Барнаульском зоопарке впервые. В неволе они почти не размножаются. Такое пополнение ждало руководство лесной сказки сразу после поездки в Москву, на съезд Союза зоопарков и аквариумов России. Там им вручили свидетельства о том, что Барнаульский зоопарк теперь в числе крупных и аттестованных. Это и возлагает определенная ответственность. Есть определенные ограничения, которые мы, как специалисты, работающие в зоопарке, не имеем права делать. Мы не имеем права продавать животные частным лицам. Мы обязаны, особенно то, что касается краснокнижных животных, мы обязаны теперь ставить в известность руководство Союза зоопарков и аквариумов России. Но мы не расстраиваемся по этому поводу, потому что мы именно так и поступали. Но плюсов, по словам Сергея Писарева, все-таки больше. Теперь барнаульский зверинец может обмениваться животными с другими зоопарками России. Уже налажены связи с Москвой, Пермью и Екатеринбургом. Лосенка и олененка оставят здесь, в зоопарке, потому что красивее всего они выглядят, когда все вместе, когда их много. А вот на кошачьих руководство зоопарка – большие планы. Почему бы нам не пригласить сюда братьев зоопарков и не подарить здесь, в барнаульском зоопарке, львенка, либо тигренка, именно нашего, вот алтайского. Наши животные закаленные, с характером таким сибирским, они будут выполнять очень интересные, такие грациозные там пах. Такую встречу планируют организовать уже в сентябре. К осени новорожденные котята станут самостоятельнее, их можно будет разлучить с мамой. В прошлом году в барнаульском зоопарке на свет появилось 48 животных. Этим летом планируют побить собственный рекорд. Но кто еще ждет потомства в зоопарке, пока держит в секрете. Дорида Миллер, Алексей Фризин. День с толком.